Фестиваль детства собрал самых маленьких жителей Люберец, парад колясок, анимационная программа, мастер-классы и спортивные эстафеты. Как прошел праздник, расскажут мои коллеги. Я желаю всем хорошей погоды в доме, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы радовали родителей, и чтобы наш городской округ всегда развивался и всегда был таким солнечным, дружелюбным и праздничным. Ксюша Никиенко 4,5 года. Недавно она заняла призовое место на соревнованиях по художественной гимнастике, а сегодня показала отличные результаты в заезде на самокатах. Не боялась в самокате ехать? Люди боятся веселяться. Хочу я еще здесь пить. Екатерина Тхорик узнала о фестивале за несколько дней до его открытия. Над образом и праздничными костюмами думали всей семьей. Последние штрихи внесли дочка Саша и сын Максим. Такие яркие впечатления и немного волнительно, так как в первый раз. Но я понимала, что мы идем не ради победы, а вот просто для эмоций. Я очень многое стараюсь именно для детей. С каждым годом к фестивалю присоединяются все больше семей. С чего все начиналось 6 лет назад, вспоминает руководитель общественной организации «Мама офлайн» Елена Гайфулина. Мы подсмотрели его в одном замечательном городе в Москве, в парке Горького, и подумали, почему у нас в Люберцах такого нет. Создана моя большая команда и потрясающих мамочек, которые каждый день на протяжении последних полутора месяцев готовились к этому празднику. Фестиваль детства проходит в Люберцах шестой раз. В этом году в нем приняли участие более 200 малышей. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.